Всех приветствую, уважаемые коллеги, друзья, дизайнеры. Напишите, пожалуйста, кто у нас сейчас в чате, напишите, какой у вас уровень, новичок или профессионал. То есть, очень интересно с вами познакомиться, кто откуда. Буквально там о себе пару слов. Света, спасибо, да, представила. Я сейчас покажу для тех, кто меня вдруг, если не знает, о своей студии. Ну, о студии говорят лучше всего работа, наверное. Да, Света сказала, что мы делаем, в принципе, общественный интерьер для разных крупных заказчиков. Но наша страсть, моя самая важная такая часть работы, это действительно систематизация работы с частными клиентами. Нам это очень нравится. Мы любим психологию, мы любим натуральные материалы, мы любим создавать стиль жизни для домов, для квартир, чтобы человеку было уютно, комфортно, чтобы не перед истразить лишних денег, чтобы у него было все, как он любит. Мы делаем как обычные такие современные интерьеры, так и футуристические, эко-дизайн. То есть я вот сейчас показываю просто некоторые наши работы, вдруг, если кто не знает. Делаем проекты в разных городах, странах даже, там в США сейчас дом делаем. Во Франции работали, в Москве, естественно, в Казахстане. То есть география достаточно обширная. Работаем в основном мы удаленно. То есть все наши проекты, несмотря на то, что мы находимся сами в Москве, Подмосковье, мы все равно работаем удаленно. Все наши сотрудники тоже удаленно. Это благодаря системе. И привлекаем клиентов тоже мы благодаря системе. Я думаю, что привлечение клиентов – одна из основных таких частей, которые всех волнуют, да, и которые, ну, как бы у всех, в любом случае, ну, должно стоять не на последнем месте. Вот привлечение клиентов, система привлечения клиентов у нас тоже настроена так, что мы привлекаем клиентов из интернета, делаем им хорошие проекты. Они нас советуют своим друзьям, знакомым уже про сарфанную радио по рекомендациям. И дальше мы уже, собственно, у нас такой двойной удар, да, и из интернета умеем, и по сарфанному радио. Вот, ну, примерно вот так, да, это пару слов. Значит, вижу, что вы тоже рассказываете о себе. Это прекрасно, да, я вижу чат, вижу, что вы пишете. Отлично. Сегодня наша тема интересная, да, Света всегда тоже спасибо, всегда интересные темы задает. И на самом деле я такой сел и проанализировал. Я работаю уже, на самом деле, больше 15 лет, в индустрии 17 лет, и начинал там с визуализатора, потом дизайнером стал, потом тихонечку студию организовал, потом школу, то есть прошел очень много таких вот путей, да, профессиональных, можно так сказать. Вот. И сегодняшняя наша тема называется «10 навыков дизайнера, интерьера, создателя студии, руководителя», которые, наверное, я считаю самым важным, да, в нашей практике, в нашей работе. Я вас сегодня и буду рассказывать. Опять же, это мой опыт, это вот мои 10 пунктов, которые я считаю важными. Я сегодня постараюсь их аргументировать и расскажу, наверное, основы, да, каждого из этого пункта. И, соответственно, вы можете задавать вопросы, как их применить лично вам. Так, вижу, что даже начинающие есть, это отлично. Ну, давайте так, сегодня мы будем рассказывать не совсем для начинающих. У начинающих есть, я знаю, некоторые вопросы, да, давайте буквально пару слов, и потом уже переходим на первый уровень, да, на уровень мастерства, да, когда вот ты уже дизайнером более-менее стал. Для начинающих, сразу, если тут есть советы, вижу, что вот Анна присутствует, ну, и, наверное, еще кто-то есть, либо кто-то смотрит записи. Если вы только начинаете, скорее всего, у вас возникает вопрос, а нужно ли, ну, то есть, нужно ли быть дизайнером? Ответ, да, нужно, если вам это интересно, если вы хотите. Второй вопрос очень частый, можно ли в дизайне деньги зарабатывать? Да, можно. Можно зарабатывать примерно от нуля до миллиона, ну, 50 тысяч – это такая стандартная история, если ты просто хорошо делаешь работу. И миллион ты можешь зарабатывать, если ты делаешь сложные услуги, если у тебя студия, если ты, как личный бренд известен, если у тебя есть более, ну, такие более разнообразные, разноплановые истории с доходом. Это тоже можно, то есть, не только на самом проектировании, но еще и на стройке, на комплектации, конечно же, на создание каких-то вот вокруг себя движух, да, которые тоже очень нужны и важны для личного бренда. Это вот все в совокупности дает примерно вот такую сумму. То есть, это вот как бы нормально, это рабочая история, это все возможно. Дальше сбор команды, естественно, и вот в этом пределе можно пройти. Значит, следующий вопрос начинающий, который может быть, это если… нужен ли талант? В принципе, да, талант нужен, он дается изначально, но если у вас есть изначально, получается, ну, вам интересна эта тема, то талант у вас уже есть какой-то, да, его надо развивать. То есть, упорство и труд, они получаются, работают. И еще бывают всякие мелочи, я не знаю программ, я не знаю рисовать. Слушайте, никто не рождается со знанием тоже программ, с рисованием, все это развивается, было бы желание. И это первая, на самом деле, наша тема. Давайте я сейчас сразу буду рассказывать. Я буду в чат наш складывать вот как бы такие образы. Вы меня простите, я четко не формулировал эти темы, да, вот именно вот чтобы по копирайтингу было супер правильно, но я сделаю, ну, как бы буду сейчас озвучивать, что я имею в виду, поэтому расшифровок вы увидите. Зато эти темы всплыли в жару. Самые основные, то, что в фокусе внимания были. Итак, первое. Первое – это масштаб мышления. Вот, собственно, я с этого начал, да, что многие вообще не верят. Кто-то говорит, что вот клиента сложно найти, конкуренция большая, нельзя зарабатывать, ну и так далее. При этом куча дизайнеров, студий, строителей и так далее успешны именно в финансовом и в творческом плане. То есть, вы их тоже знаете, вы их видели. Хорошая новость в том, что им не повезло. Просто они делают что-то осознанно или неосознанно для того, чтобы у них было первое там имя, уникальность и привлечение клиентов. За счет того, что они за имя, уникальность и привлечение клиентов привлекают этих клиентов. Дальше у них есть организация, возможно, работы, коллаборации с другими представителями. Это с комплектацией и с авторским надзором, с управлением строительством, со строительством вообще. То есть, у них вот обширные получаются услуги. Благодаря этому вот у них все получается. Поэтому я хочу, чтобы вы немножко расширили свой масштаб. То есть, как бы миллион и более на дизайне, это ну, как бы это даже не супер какой-то уровень. Ну, такая вот база, если ты вменяемо нормально работаешь, если ты разобрался в системе, то есть, ты можешь дойти. Ну, скажем, давайте так, не база. Да, окей, здесь надо поработать, наверное, 2-3 года, ну, например, да, чтобы во всем разобраться с нуля. Вот. Но в целом там 300-500 тысяч, это вообще нормально. Я ездил, вот я лично ездил по разным городам, я задавал вопрос, поднимите руку у дизайнера, которые были, кто зарабатывает мало, ну, то есть, совсем мало, и кто зарабатывает там в среднем. Большинство из залов по всей стране, я не говорю Москву и Питер, я был в разных городах, благодаря вот нашим путешествиям с агентством Аркдиалог, мы побывали практически от Калининграда до Владивостока и Хабаровска. В каждом городе я спрашивал примерно там сколько кто получает. Собственно, средний заработок около 150 тысяч. И это не студия, это просто фрилансер, который более-менее выполняет свою работу там с двумя помощниками. То есть, это абсолютно такая нормальная история. Я хочу немножко расширить ваше, ну, как бы мышление, чтобы вы мыслили не вот, даже не в средней категории, там, 50, 100 тысяч, 150, а чтобы вы сразу дальше смотрели, что нужно сделать для меня, что я должен сделать лично для того, чтобы выйти на 300, 500 и на миллион. Для кого-то эти цифры кажутся запредельными. Ну, не скрою, у меня тоже самое такое было. Я четко точно помню момент, когда я ездил в начале своей кредерной деятельности в электричке, и у меня вообще я не понимал, как я, что я через 20 лет только накоплю на однокомнатную квартиру. Вот. Почему так происходило? Я вообще не понимал, как люди зарабатывают деньги. И почему так происходило? Потому что я думал, я очень глупую вещь совершал. Я считал, сколько мне нужно сделать проектов для того, чтобы вот по 400 долларов в месяц я получал, чтобы мне откладывая, да, там, накопить какую-то ипотеку, да, вот, чтобы еще хотя бы что-то взять. Это неправильный способ. Мне нужно было думать о том, как, какие более сложные, более интересные схемы, может быть, по бизнесу, либо по партнерству я могу сделать. Я просто их не видел. То есть из-за того, что я не видел схемы, соответственно, масштаб мышления у меня был очень маленький. И это очень сильно ограничивает нас в росте. Поэтому первый навык, вот первый навык, к которому мы приходим, это именно масштаб мышления. Что с этим делать нужно? Как его расширять? Спросите вы. Есть рецепт. Мы вот недаром проводим мастер-классы, мероприятия, дизайн-конференцию. Почему? Потому что хочется показать разные способы, как мыслят другие дизайнеры, успешные. У каждого из них свой успех, да. И, да, повторить его 100% нельзя, потому что вы никогда не окажетесь в тех обстоятельствах, которые были у него, никогда не сможете точно в ту же реку зайти, но это расширит, как бы, горизонт сознания, что вот у людей получилось, значит, у меня получится. Самое главное – задать мозгу цель, и тогда он пойдет. Вот это ключевая вещь, потому что многие люди даже не могут поверить, что это возможно. Вот поверьте, пожалуйста, что это точно возможно, и тогда уже будет проще и легче. Дальше, как только мы поверили, естественно, нам нужны ресурсы, без этого никак, это деньги и время. То есть, да, чтобы развиваться по-любому, я ежедневно учусь чему-то новому, я ежедневно вкладываюсь в свое образование, также в образование других людей. Ежедневно я, ну, минимум, там, 2-3 часа трачу на самообразование, то есть, обязательно что-то смотрю, что-то изучаю, какие-то курсы прохожу постоянно, каждый день. Каждый день я что-то делаю, поэтому без этого никак. Дальше действия. Мало учиться надо именно делать, то есть, ты узнал, что новенькое, тут же применяешь. И фокус внимания, чтобы не распыляться, то есть, нужно, решил что-то делать, значит, делай. Ну, вот, наверное, прошу прощения за такой, как бы, пункт мотивационный, больше таких, наверное, здесь не будет, но это вот, как ни странно, как бы непонятно это не звучало, этот пункт очень-очень важен. Сначала он кажется какой-то абстракцией, непонятностью, то есть, если бы мне бы сказали, там, 15 лет назад, что это важно, я бы сказал, ну, да, тебе хорошо, там, ты мне рассказываешь, там, у тебя уже там все есть, дом, квартира, машина, проекты, конечно, вот. Но по факту получается, что, я не знаю, как вы это поверите, времени у нас сейчас нет, чтобы каждого убеждать, но этот пункт я не мог не оставить и не взять. Смотрите на чужие примеры, смотрите, как у других получается, не пытайтесь повторить 100%, как у них, но пусть чужие успехи вас мотивируют на действие. Для этого, опять же, приходите на дизайн-конференцию, она у нас, в принципе, для этого тоже нужна. И в качестве рекламы мы ее сделали специально именно для этого. Так, хорошо, следующее, вот, вижу комментарий. Да, если у вас есть по ходу действия какие-то мысли, если вы слушаете нас в записи, тоже пишите эти мысли, мы обсудим, проверяем тоже, будем иногда отвечать. Я и Света, поэтому давайте продолжим это общение. Я думаю, что мы можем каждый год делать какие-то новые пункты. Хорошо, с этим, я надеюсь, все понятно. Поставьте плюсики, кому все понятно. Это будет важно нам. То есть давайте действовать сразу же сейчас. Ставьте плюсик, кому понятно. И в следующую часть я начинаю. Отлично. Полезно? Ну, надеюсь, что да. Вторая часть. Вторая часть – это создание суперпродукта. Значит, я хочу немножко терминологию затронуть. То есть многие делают дизайн, делают дизайн, комплектацию, управление. То есть многие знают эти слова, да, в том числе там не без нашей помощи мы ввели термин, ну, то есть не термин даже, мы ввели систему комплектации, как она делается именно системно-последовательно. Об этом вот в этой книге у нас написано, да, которую Света тоже рекомендовала. Вам всем рекомендую. Опять же, не в качестве рекламы. То есть сам бы купился, кто-то такое написал. Значит, есть разные типы услуг, есть разные типы продуктов, то есть очень важно делать и оказывать такие услуги, которые, первое, соответствуют вашему потенциалу, то есть соответствуют вашей внутреннему «я». То есть не нужно смотреть, что кто-то там зарабатывает много на чем-то, нужно смотреть, что тебя греет, вот что тебе нравится, что ты понимаешь под словом дизайн. Сейчас объясню. То есть для многих дизайн, дизайн вообще многогранен очень, для многих дизайн будет уровень, допустим, создания планировок, концепций и визуализаций. И он в этом гармоничен, он в этом хорош, у него в этом талант. Соответственно, не обязательно лезть в строительство, не обязательно лезть в техническую часть, не обязательно лезть в инженерку. Вы всегда можете найти себе партнера, с которым вы сможете в коллаборации совместно с энергии сделать больше, чем поодиночке. Это такой путь, когда вы выбираете свою суперуслугу, которой у вас есть суперспособность и ее расширяете. Именно благодаря этому вы сможете выходить на серьезные суммы. Кому важно выходить на серьезные суммы и делать качественно именно для себя, чтобы развивать свой талант, это очень важная часть. Вытащите то, что вам нравится. К сожалению, есть разные стереотипы. Если вы будете слушать и смотреть разных авторов, каждый человек, который выходит на сцену, он считает, или рассказывает, он считает, что его путь именно очень правильный. Именно так нужно всем. Надо делать так, а не иначе. Это неправда. Можно делать как угодно, что не противоречит законодательству. И, собственно, наша очень важная вещь заключается в том, что мы должны найти свой путь, то, что органично нам и то, что нужно рынку. Это вторая часть здесь. Что такое рынок? Рынок – это не какие-то абстрактные люди, это именно наши клиенты, которые у нас покупают. Мы либо выбираем тех клиентов, с которыми мы хотим работать и с ними работаем. Это может быть эконом-сегмент, это может быть премиум-сегмент, это может быть VIP-сегмент. У каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. И каждый из этих людей, у них есть там еще какие-то вкусовые предпочтения по дизайну, например, современного стиля или по классическим. И, по сути, у нас накладывается, у нас вот два таких шарика есть, которые накладываются друг на друга. У нас шарик наших желаний, что мы хотим, и шарик, получается, желаний клиента. И вот на точке пересечения, я думаю, сейчас видно, да, вот точка пересечения по центру, мы находим вот наш суперпродукт. Почему он получается суперпродуктом? Потому что он наиболее нам органичен, нам наиболее просто его делать. Его умеем делать мы и стремимся его делать. Допустим, это будет либо визуализация, либо это будет там реализация проекта. Ну, то есть кто-то со стройки заходит, кто-то заходит именно с комплектации, кто-то заходит с декорирования, кто-то заходит там с ландшафтного дизайна. Но есть какое-то глобальное понимание там, на что именно вы учились что у вас получается и самое интересное что именно вот эта суперспособность есть супер потребность еще у вашей аудитории и ключевое здесь не делать вообще все для всех все подряд а найти свое нишевание свою уникальность не бояться отсеять лишнее делать только то что нужно то есть это страх внутри нас сидит сейчас я расскажу откуда этот страх возникает как с ним бороться который не позволяет вот сконцентрироваться на том что у нас лучше всего получается именно из-за того что не получается концентрироваться мы теряем очень много мы теряем по сути в деньгах в развитии в том что мы решаем себя возможности как бы выходить и занимать лидирующую позиции рынка откуда берется страх узкого нишевания откуда берется страх ну не как бы не веры в себя и не выбирание себе правильной аудитории очень просто чаще всего чаще всего это возникает из-за того что нет у дизайнера опыта маркетинга нет опыта привлечения клиентов то есть вот помните мой самый первый пункт сказали что нету как бы масштаба мышления то есть мы даже не можем поверить что клиенты возможно получать не по сарафанам радио чаще всего а просто сделав правильную рекламу правильную упаковку то есть у нас нету просто опыта нас винить в этом нельзя мы вот не умеем ходить например да если там ребенок не метка не знает что можно то есть у него какие-то инстинкты есть но вот он пока пока не пошел не знает рано или поздно естественно до этого дойдет но лучше раньше чем поздно вот и этот страх у нас есть нам надо его перебороть обязательно потому что это уже следующий у нас пункт это тема ну собственно привлечения ну то есть психологии принятия решений людьми упаковка предложения то есть когда у нас есть уникальность и суперпродукт мы можем переходить к описанию того что мы подаем что мы делаем для клиента в этом случае нам очень нужна очень сильно нам поможет психология принятие решений людьми упаковка нашего предложения то есть нам нужно знать психологию почему люди принимают решения как они это делают на чем они основываются какие психологические триггеры есть людей что их волнует какие у них проблемы как эти проблемы мы можем решить как мы можем мотивировать человека прочитать наш текст посмотреть наш текст сходить на мероприятие до вдохновиться все что мы здесь должны делать это понимать логику происходящего с клиентом на той стороне и упаковывать наш продукт соответствии с этой логикой то есть это вообще не талант да это точно талант это просто ну как как математика по сути то есть мы ставим потребности и ставим свои выгоды до которые мы даем для клиента это третьего основная ну наверное навык на который нужно просто один раз пройти этот навык остается с нами навсегда он нам потребуется и понадобится не только для понимания психологии людей не только для продаж не только для развития но и для сотрудников но и для подрядчиков для партнеров с кем мы работаем если у нас есть партнерские какие-то узы да либо мы с кем-то партнерские услуги оказываем то очень важно чтобы вас там не прожали где не нужно да не манипулировали вами и вы соответственно понимая ситуацию видели все сложные непонятные части и с ними работали вот об этом в принципе тоже наша книга в книге я постарался описать треусторонние отношения на на той энциклопедии книги разобраны психология общения между дизайнером клиентом и подрядчиком так чтобы каждая сторона не пыталась обмануть другую если и если захотят а наоборот я показываю выгодные ситуации в котором все выигрывают и именно в такой синергии мы находим правильную ситуацию в общем поэтому я бы рекомендовал очень сильно изучать психологию из рекомендации могу дать сразу книга чалдини психологии влияния все что связано про мозг как работает наш мозг как работают внутри у нас все процессы в мозгу то есть если вы поймете триггеры которые у нас есть и наложите это на клиентские понимание да и наложите на свой продукт у вас получится делать очень качественные интересные правильные предложения для клиента это очень важно то есть без этого в принципе ну дальше идти просто тяжело то есть дальше скажем так 100 тысяч рублей сложно уйти вот как бы с этой с этой суммы сложно уйти потому что все предложения будут не точные все предложения будут страдать потому что конкуренты будут их выигрывать то есть ваши тендеры которые вы подаете то есть если они оформят более-менее с учетом психологии то сожалению вы не выиграете так давайте наверное я вас прошу перед тем как мы идем дальше если как пока какие-то у вас вопросы то есть насколько ценно насколько понятно напишите пока все ли ясно все ли окей продолжаем если да то тоже пишите комментарии пишите я сейчас прочитаю как проводить комплектацию клиент постоянно прожимает на скидке очень хороший вопрос и очень простой ответ как раз заключен из психологии здесь чтобы клиент не прожимал на скидке нужно понять и дать ему понять что ему не выгодно прожимать вас на скидке как это сделать это уже там есть ряд психологических приемов там около 10 способов есть почему нельзя один универсальный сделать сделать способ потому что нет какой-то супер один одной универсальной фразы которые ты сказал да знаете как где в детстве королевской печати все такого не бывает почему потому что сейчас объясню логика такова что ситуация каждый раз разным почему потому что клиенты всегда разные и мотивы почему он просит скидку тоже разные то есть вы должны первое разгадать его мотив почему про скидку он у него реально нет денег либо он просто жмотится либо он хочет вас проверить либо еще что-то вы должны в В зависимости от того, почему он это делает, дать ему аргументированный ответ, почему делать это не нужно. И правильный ответ будет зависеть только от того, какой это клиент, какое у вас предложение и как вы это делаете. Чтобы это уметь делать, то есть чтобы не прожимал, вам нужно ориентироваться в психологию, то, что я сейчас сказал. Поэтому этому надо учиться, этому реально учиться. У нас на третьем модуле по созданию студии, по продажам, это огромный блок, он есть, там несколько часов, собственно, всего опыта, который у меня есть, я рассказываю, можно это внедрить. Также это в книжках тоже есть, можете почитать, посмотреть, ну, в вообще доступных книгах разных по психологии влияния. Так, какой уровень дохода в среднем у новичка? У новичка в среднем уровень дохода в зависимости от того, который он себе назначит. То есть если ты новичок и ты понимаешь психологию, ну, если ты новичок в дизайне, но ты разобрался в психологии и разобрался в продажах, то уровень твоего дохода может быть, ну, примерно любой. Потому что ты можешь быть новичком в дизайне и при этом ты можешь организовать свою команду, которая будет тебе генерировать 300-500 тысяч. Это вполне реально и такие случаи абсолютно не новость. Другое дело, что чтобы дойти до такого уровня и не быть новичком вообще, то есть новичком где? Вообще новичком, то есть после вуза, тогда у тебя жизненных навыков тоже мало. Ты можешь за счет других навыков, дизайнерские навыки, как бы дополнить. И наоборот, ты можешь быть суперкрутым дизайнером с 20-летним опытом. Я таких примеров очень много знаю, но ты не можешь просто, у тебя ни сайта нет, ни ты не можешь о себе рассказать. То есть я таких встречал, даже на работу, то есть они как бы пытаются взяться, ну, или там я говорю, покажите, пожалуйста, ваше портфолио, да, посмотрим на что-то. И в итоге он достает телефон и на каком-то телефоне, там на старом, чуть ли не кнопочном, показывает свои проекты, которые еще фотографировать нельзя. У него ни сайта, ни социальных сетей, то есть он социально неадаптирован. О каких доходах идет речь вообще? То есть он может быть сколько угодно дипломированный специалист, сколько угодно мастер по всем мастерствам, но у него, ну, я не закажу и другие люди не закажут, потому что с ним невозможно найти взаимодействие. И наоборот, да, то есть вопрос как бы не, ну, вопрос, в общем, даже не насколько ты новичок, да, в дизайне или не в дизайне, а сколько ты можешь соединять все эти навыки, о которых я говорил, в единое целое. А каждый это может по-разному. Поэтому только дизайна навыка недостаточно. Да, хорошо, если он есть, хорошо, если ты можешь видеть, аргументировать, умеешь делать и так далее, но в целом нужны все навыки в какой-то пропорции. Всему этому надо учиться. Чудес не бывает. Если бы все было очень просто, да, там, как рассказывают, значит, прошел там чего-нибудь, курс по визуализации и сиди под пальмой, да, отдыхай, а все само работает. Ага, такого не бывает, чудес не бывает, интеллект он нужен, обязательно интеллект надо развивать каждый день, как я сказал, тогда все получается. И мир еще меняется, то есть то, что было ранее, способы уходят, но благодаря развитому интеллекту и пониманию психологии вы можете адаптироваться вообще в любой ситуации, хоть в кризис, хоть в карантин, куда угодно. То есть, хоть на северном полюсе вы сможете делать дизайн. Вот, поэтому ответ примерно такой. От каких клиентов стоит отказываться и как правильно говорить «нет клиенту»? Хороший вопрос. Окей, я думаю, давайте сейчас пройдем пункт, а потом мы еще ответим. Может ли дизайн одиночка работать один или много зарабатывать, или эта тупиковая история, нужно масштабироваться. В целом в одиночку сложно, потому что у вас времени не хватит. В одиночку, если ты возьмешь, я приведу пример, вот вы хотите, допустим, в одиночку сделать премиум сегмент. Премиум сегмент, чтобы вы понимали, да, это как минимум там тысячи метров вы берете дом, да, и его надо сделать, ну, достаточно быстро. Вы в одиночку не сделаете тысячи метров, просто никак. Либо возьмете корпоративного клиента, либо ресторан возьмете, вот там мы Москва-Сити делали, допустим, там 6-8 тысяч метров, 3 башни. Вы в одиночку будете 5 лет это делать. То есть, в принципе, это, ну, как бы нереально. А масштабирование через, там, более крупные проекты, оно так и происходит. Поэтому, ну, просто законы физики не обманешь. На каком-то уровне, как правило, уровень 300 тысяч уже, ну, то есть, на самом деле после 150 уже надо масштабироваться. То есть, если дошел до 100-150, значит, уже нужно срочно это делать, иначе, ну, дальше просто будет провал. Вы откатитесь назад, либо вы наберете много заказов и провалитесь, но либо просто не сможете взять какой-то хороший заказ, потому что, ну, у вас не будет ресурсов, вам его не дадут. Хорошо, с вопросами чуть позже, давайте идем дальше, чтобы все успеть. Переходим к четвертой части. На вопросы я в любом случае отвечу, да, в конце, я думаю, у нас время останется. Четвертая часть – это понимание интернет-маркетинга. Очень важная тоже эта история с интернет-маркетингом. Почему? Потому что, на самом деле, в этом будущее, ну, то есть, на самом деле не будущее, а уже, может быть, прошлое, настоящее и будущее, все там. С чем это связано? Очень-очень круто сейчас настроены YouTube, Facebook, Google, да, вот все, что с этим связано. Почему? Потому что они знают о нас все. Нам уже не нужно, это как бы и хорошо, и плохо, да, с одной стороны, хорошо тем, что нам очень просто настраивать рекламу, а с другой стороны, плохо, потому что очень много неталантливых новичков, как мы понимаем, да, они пользуются услугами вот интернета и, по сути, ну, условно, нечестно, да, по мнению многих способов, получают, несправедливо, да, получают лучших клиентов. То есть, по сути, новичок вообще нулевичок может получить премиум-сегмент, а суперпрофессионал не получит. Почему? Потому что, опять же, суперпрофессионал не рекламируется, он считает это выше своего достоинства, он считает к нему, что сами придут, а молодой парень, который вышел после института, еще он даже ничего не умеет, он себе настроил рекламу и получил премиум-сегмент. Клиент не понимает, хорошо он делает, плохо он делает, он не шарит, клиент не понимает. Он сделал визуализацию и берет лучших заказчиков. Все, мир несправедлив, с этим надо смириться и что делать? Ну, то есть, либо смириться, да, либо что-то делать. Поэтому, хорошая еще новость вот в чем заключается, что один раз научившись принципам настройки и вообще понимания работы интернет-маркетинга, это создание, это работа в чатах, да, это создание квизов, это работа в пабликах, да, вконтакте, это в группах работа, это понимание, как вообще все устроено и как работает. Умение создавать странички посадочные, конверсионные, чтобы клиент приходил, умение создавать офферы спецпредложения, чтобы клиент приходил, умение вызывать доверие на этих страничках, чтобы вас выбрали, умение описать свой продукт так, чтобы клиент понял, что ты молодец, и что тебе стоит доверять. То есть, вот такие все умения, они связаны с психологией, опять же, смотри выше пункт, это очень важный пункт, и связаны с умением и пониманием принципов работы интернет-рекламы, интернет-маркетинга. Давайте сразу несколько каких-то советов дам, да, чтобы у вас было понимание, как давайте дать вам наиболее оптимальный на данный момент способ настройки какой-то рекламы либо вообще всего. То есть, я вам концепцию дам, дальше, естественно, это не надо своими руками делать, вы нанимаете себе какого-то помощника, но вот принцип я вам могу рассказать, как делается. То есть, вы понимаете, вижу, да, значит, все очень просто, не надо ходить на какие-то суперкурсы, не надо там тратить время, не надо, вообще не надо ничего, очень просто. Берете Facebook, Facebook связан тесно с Instagram, это большой плюс. Плюс клиенты сидят в Instagram, ну и сами, я думаю, вы тоже понимаете, да, что они там сидят. Что надо сделать? Надо сделать всего одну вещь. Нужно создать суперпредложение, которое связано с вами, с вашим суперпродуктом и с вашим аудиторией. То есть, да, вам придется поработать, то есть, вам придется по-любому понять, кто вы, чем вы отличаетесь, уникальность, без уникальности это не получится, придется заранее поработать. Кто вы, какая ваша уникальность, кто ваша аудитория, какой продукт вы им даете. И пятое здесь, какое можете дать тест-драйв, как бы суперпредложение. То есть, то, что клиент кликнет. Единственное, что вам нужно сделать, написать это и оформить в креатив некий. Креатив может быть это в виде текста, в виде картиночки, плюс текст. Это может быть стиль какой-нибудь, да, например, ваш. Либо это видео какое-то. Говорит, здравствуйте, я дизайнер, я специализируюсь на том-то, том-то, сейчас там делаю проекты по такой цене, мое там супер, или там спецпредложение такое-то. Делаю там планировку, например, или концепцию, делаю стоимостью 50 тысяч, подарок делаю вам там, ну, допустим, троим людям, да, с такими-то объектами. Вот, просто это дело опубликовав, напустив туда рекламу, можно получать клиента. Но это еще не все. Это достаточно просто. Чтобы все это работало, нужно что делать? Нужно обязательно использовать такую хитрость, которая называется, то есть сначала ты показываешь свое видео какое-то полезное, ну, например, можно записать полезное видео по болим клиентам. Как новоселам согласовать планировку? Просто видео такое записываешь, ну, представьте, да, либо как, что там еще, как найти строителей мечты? Просто видео, ничего никому не продаешь, либо статью просто пишешь. Как выбрать дизайнера? Любое видео, которое отражает боль вашего клиента, одну или несколько, можно обзор делать. Записывайте видео, выкладывайте это в сеть, это можно сделать в YouTube, ну, в YouTube, наверное, нет, в Facebook выкладывайте. Что происходит в этом случае? И даете на него рекламу. В этом случае те люди, которые посмотрели это видео, 5 секунд, 15, 20, 30, 50 минуту, оно вам система показывает. И дальше вы берете этих людей, то есть, допустим, их там будет 10 тысяч человек, которые посмотрели ваше видео, скорее всего, из них те есть, которым это было интересно и которые ваши клиенты. И дальше вы только тем людям, которые посмотрели вашу статью, почитали ваше видео, сходили на ваш сайт, вы можете поставить, ну, условно, пиксель, да, это рекламка, и только им показывать вторым уже этапом рекламу. Это кардинально дает удешевление трафика, то есть, первый раз вы собираете, допустим, за 3-5 тысяч всех, как вместо e-mail, да, собираете просмотры, и потом только по ним крутите. То есть, это вот очень простая механика, ее делает сама система. Ну, вот примерно так. Как ее настроить? Там много тонкостей, естественно, и самое главное связано не с тонкостями настройки интернет-рекламы, а с пониманием вот этого принципа и с пониманием, чем ты отличаешься. Потому что ключевой здесь креатив, креатив, который будет работать. Дальше у вас будут заявки, с заявками надо работать. Собственно, вот примерно такая схема. Абсолютно такая тупая, да, простая, но сложная. Как бы она очень простая в понимании, но сложная в исполнении. Почему? Потому что, еще раз напоминаю, она не будет работать, вы будете впустую сжигать деньги, если у вас нет уникальности, если у вас нет суперпредложения, да, суперпродукта, если у вас не настроена аудитория и если у вас, ну, вот такого двухшаговой продажи нет. Все остальное, как бы, вот это надо один раз сделать, это будет работать абсолютно точно. Я проводил эксперименты, я сделал сайт. Прямо, я могу цифрам точно сказать, у меня не было задачи взять клиентов, у нас клиентов, как бы, есть, ну, достаточно, именно, которые приходят к нам, там, того уровня, который нам нужно, и мы с ними работаем. Я делал в качестве эксперимента, чтобы уметь и иметь возможность на таких вот вебинарах, да, говорить конкретику. Потому что я люблю все проверить на себе и просто голословно, что там я где-то вычитал, не рассказывать никогда. То есть все, что я говорю, это проверено собственным опытом. Эксперимент заключался в следующем. То есть я сделал сайт, я сделал вот такую схему, как я вам рассказывал, положил туда 4000 рублей и сделал рекламу. За 4000 рублей я получил три, ну, лида, как бы, заявки. Я им лично прозвонил. Там были следующие квартиры 56 метров, 80 метров и 130. Вот такие были три квартиры. То есть это вот, соответственно, за 4000 у меня получилось где-то по 1500 за такую заявку. Да, но заявка это еще не заказ, скажете, вы и будете правы. Да, естественно. То есть кто-то мне не подошел, кому-то я не подошел. Ну, то есть я, в принципе, как бы им не продавал. Следующий этап, это вот давайте перейдем к следующему этапу. Это, по сути, продажа. Потому что многие дизайнеры встречаются. Это пятое умение, которое нам необходимо. После того, как ты получил эти заявки, тебе эти заявки надо не проворонить. Вот это самое важное. То есть ты можешь получить сколько угодно заявок, но если ты будешь консультировать, клиент такой скажет, ну, бывало ли у вас так, что клиент приходит, да, допустим, вы ему все рассказали, он задает вопросы, вы проконсультировали, вы показали себя суперэкспертом, да, и клиент такой, о, спасибо, мне все понятно, я пойду подумаю. Все, он уходит думать и не приходит. Вот, бывало ли такое? Я думаю, что бывало или будет еще. У меня такое было много раз. Я думал, что же не так, в чем проблема? Проблема в позиционировании. То есть тебе не нужно на консультации, да, то есть нет задачи на консультации показать себя суперэкспертом. На консультации другая задача, показать, вернее, понять, какие проблемы у клиента и показать, как твой суперпродукт решает эти проблемы. Это единственная задача консультации. Многие этого не понимают. Многие не понимают, что такая консультация делается по шаблону, это технология пятишаговая, я сейчас застрять внимание не буду, но кому актуально, сможете там ко мне прийти, я вам там покажу расскажу, в общем, это технология, по которой просто надо вести клиента, и все и если ты действуешь по технологии даже не ты, ты можешь любого там девочку поставить если она будет действовать по технологии у тебя будет 50% твоих клиентов потенциальных, вернее да, потенциальных будут приходить в реальных это статистика все, даже если ты очень плохо все делаешь то, что у тебя 3 клиента все равно как минимум придут если ты хорошо делаешь, у тебя придут там 7 из 10, если ты супер гений у тебя там будет 9 из 10, вот, но это уже как бы следующий этап, вот это как бы очень важная вещь, понимаете, да, о чем я говорю, то есть не терять клиентов на консультации, на консультации не консультировать, а показывать как вы решаете задачи и проблемы клиента с помощью своего продукта то есть клиент должен понять, что без вас ему никак, как это делать, еще раз говорю, технология так дальше шестое умение вести переговоры здесь мы говорим уже, допустим, всем все нравится и тут переговоры идут у нас по цене по срокам, по исполнению по, в процессе даже мы начали работать там каждый нас пытается ну, как-то вот прижать, отжать, да, что-то да, каждый пытается свое нам навязать клиент не согласовывает там варианта, да то есть у нас еще в процессе, в общем, работы возникает очень много ситуаций клиент говорит, а я думал по-другому, я думал это входит, а это не входит то есть он договор, естественно, не читает, да, и так далее и нам нужно что сделать? нам нужно очень мягко провести клиента одновременно не дать ему сделать так, чтобы вы работали больше, чем за сколько он заплатил то есть многие клиенты хотят заплатить поменьше, а получить побольше вы, наверное, с такими тоже сталкивались, да, напишите в комментариях, если сталкивались интересные истории когда клиент не платит, а требует больше и по его мнению он прав и, соответственно, нужно очень четко, очень мягко отстаивать свою позицию чтобы клиент ни в коем случае не поссорить с собой и ни в коем случае, чтобы он не подумал, что там, вы не хотите что-то делать то есть вы должны, во-первых, четко фиксировать все договоренности это уже менеджерская работа и второе, то есть это называется иметь сильную позицию дизайнера, да и второе, вы должны на переговорах очень мягко ее показывать так, чтобы клиент сам сделал вывод, что разумно вам доплатить вот это очень важный тоже навык, который проходит на самом деле особенно с премиум сегментом, тоже он очень важен потому что там они думают, что, ну многие, да, что и так тебе одолжение оказывают что ты у них работаешь, да, то есть что у них достаточно большой выбор вот вам надо очень-очень важно вот этот баланс держать это навык, основанный опять же на втором пункте или какой там у нас второй, третий третий пункт, это психология принятия решений людьми вот, это тоже туда же но применение другое навык вести переговоры, ну везде во время проекта так один раз в начале пути клиенту сделал h9 вариантов планировок вот, молодцы, да я в начале пути сделал 4 варианта не планировок а дизайн, дизайна, я нарисовал 4 варианта дизайна и в итоге, когда я сказал, что у меня вообще уже денег нет назад на маршрутку чтобы возвращаться клиенту, что мы точно должны сдать он говорит, ну ладно, тогда принимаем первый вариант я просто не знал, как бы что, что можно вести переговоры был, а клиент у меня был очень опытный переговорщик он, у него было много разных бизнесов и он, естественно, собаку съел на хитрых вот таких вот переговорах поэтому, ну легко меня заболтало вот я сделал 4 варианта, пока у меня все деньги не кончились полностью вообще то есть, ну, то есть, 0 было рублей в кармане вообще я бы до дома не доехал вот, вот такая, в такую ситуацию лучше не попадать, естественно да, поэтому навык этот нужен то есть, со временем он развивается но лучше его заранее развивать сейчас есть технологии, да, есть материалы, по которым можно сделать это максимально быстро чтобы не попадать там в такую ситуацию ну, как минимум книги есть, да то есть, и какие-то, не знаю, курсы, мастер-классы, конференции да, ну, то есть, много разных тем мы тоже учим этому, в принципе, этой истории так, хорошо седьмое я ускоряюсь, у нас не так много времени осталось но и пунктов, на самом деле, у нас тоже не так много я останавливаться здесь, наверное, сильно подробно не буду главное здесь видеть хитрые схемы и коллаборация то есть, недостаточно простым способом действовать недостаточно сейчас называться дизайнером и говорить я делаю планировки, я оказываю консультации я делаю авторский надзор, комплектацию и правильной стройкой, да у меня можно заказать вместе со строителями этого недостаточно, так делают 90, ну, не 99, ну, 90% вокруг вас дизайнеров то есть, нужно придумывать, нужно быть хитрее, нужно придумывать более хитрые способы как это делать, сейчас я, наверное, не буду останавливаться подробно но, в целом, нужно предлагать клиенту ну, давайте я вам пример только один приведу допустим, вы делаете офис клиенту ну, чтобы вы просто поняли, да, как это работает вы делаете клиенту офис все дизайнеры, допустим, приходят на тендер и показывают, да, что мы делаем такой-то стиль, такие-то стены значит, такую-то покрасочку, да, вот такие-то материалы вот так мы в срок вписываемся, вот такая у нас команда ну, и начинают, в общем-то, рассказывать, как они работают, какая у них команда, какие они молодцы представьте, что на эту же встречу приходит другой дизайнер, да, который говорит, что благодаря его дизайну клиент повысит продажи казалось бы, нестандартная история, что благодаря его дизайну клиент найдет более качественных сотрудников по более дешевой цене что благодаря его дизайну его партнеры будут более лояльны, допустим, на встречи и встречи будут совершаться, ну, как бы быстрее казалось бы, откуда дизайнер знает а вот знает, у дизайнера может быть такая статистика потому что есть дизайн, который продает то есть, что такое дизайн? это решение задачи, бизнес-задачи если ты сделал хороший дизайн, комфортный для твоих сотрудников то, естественно, люди будут хотеть работать в твоем офисе ну, либо, если это не обязательно офис, да, сейчас по офису, может быть, ну, не критично, да но, может быть, ты сделал хорошее удобное управление, допустим, CRM-системой своей и ввел там работу по времени по времени, допустим, сотрудники могут увидеть бонусы, которые они получат то есть, это не штрафная история, а наоборот, бонусная кто там больше поработал, тот получит больше бонус плюс, допустим, 10 тысяч в конце месяца то есть, это тоже, как бы, элемент дизайна только дизайна не офиса, а уже система ну и так далее то есть, таких способов уйма их очень много они связаны с несколькими вещами с прибылью, выгодой с комфортным с обеспечением комфортно с безопасностью связаны и с эмоциями вот четыре основные позиции, которые мы играем которые мы можем комбинировать и, по сути, когда мы приходим, мы не продаем уже просто цвет стен либо остановку мебели мы продаем образ жизни мы продаем качественное пространство мы продаем деньги за деньги то есть, вот такие вот методы как это сделать? достаточно просто если ты понимаешь, опять же, психологию умеешь делать такие вещи у каждого будет такая своя суперуслуга суперпродукт потому что оно завязано на том как вы ее придумаете какой ваш клиент и желательно генерировать такие способы на лету вот, это тоже возможно у меня был опыт когда мы навстречу то есть, я продавал достаточно крупную сумму то есть, на несколько сотен тысяч рублей клиентам, которые, ну, в принципе, даже просто посмотреть пришли вот, и в итоге я им продал очень хорошую идею они этой идеей загорелись я сказал, что надо принимать решение сейчас ну, они посоветовались буквально в переговорный минут 15-20 у них там была ну, то есть, пригласили всех сотрудников и, да, сказали, мы берем соответственно, вот а это вот на ровном месте мы сгенерировали им идею не буду сейчас говорить какую но интересную и они ее стали внедрять с моей помощью вот такая вот история естественно, это тоже идет в копилку дохода естественно, это вот за счет интеллекта ты можешь генерировать деньги буквально из воздуха вот что говорят, да под этим делом используя знания о дизайне о психологии, о технологиях это очень полезная штука вот она не всем доступна новичкам она, наверное, недоступна но вот кто уже выходит более-менее дальше кто планирует как бы серьезно заниматься и серьезно зарабатывать это нужно внедрять обязательно этот навык я считаю просто необходим то есть, я к этому навыку пришел там года полтора-два назад и он плотно в меня вжился то есть, когда я попробовал когда ты можешь там за два дня например, нагенерить себе 500-600 тысяч ну, как бы, вполне неплохо как бы просто мозгом своим подумав как можно свести или там сделать какие-то вещи которые не очевидны сначала вот такая история это как бы, ну, вот словно миллион он уже недалеко он вот, он близко да, и таких сделок например, ты можешь там 2-3 в месяц сделать то есть, это уже миллион-полтора это абсолютно нормальные доходы если ты понимаешь, что ты делаешь и ты уже не испытываешь какой-то дрожь что вот там миллион какая-то непонятная цифра это уже как бы ну, окей, понятно то есть, в целом все ясно идем дальше внедрять систематизацию управлять командой ну, здесь мы уже в принципе обсуждали что управлять командой нужно обязательно и один в поле не воин то есть, после того как ты согласовал даже сделал какую-то сделку предложений и все остальное естественно тебе нужна команда как раз таки вот знаете, в чем еще прикол команда у тебя будет состоять чаще всего из суперпрофессионалов которые не рекламируются то есть, у них отличный опыт они там супер с архитектурным образованием и вот вообще молодцы супер декоратор супер там ландшафтники супер-супер спецы но у них нет странички им некогда этим заниматься они в себя не верят они думают что это все какая-то новодная фигня что это какие-то шарлатаны что это вот какие-то юные мальчики и девочки да, вот и они они, вы знаете, любят очень сильно где-нибудь на форуме или в фейсбуке где-нибудь вот развернуть что ах, мир несправедлив да, мир несправедлив смиритесь уже с этим и вас наймут этим юные мальчики и девочки умеющие работать с клиентом и знающие психологию соответственно вы, если такой да, то есть начинающий вам рекомендуется нанимать как раз таки опытных профессионалов ну, которые ну, только адекватных да, не тех, которые пишут да, там, какую-нибудь фигню а адекватных, нормальных ребят они просто не умеют это делать а вы их нанимаете это нужно обязательно потому что все вы делать не сможете вы специалист в чем-то одном что вам нравится то есть, допустим в управлении в планировках там, в дизайне в подборе в, да, в чем угодно если вы специализируетесь допустим на декорирование ну, вот есть там декоратор да, допустим девушка вот декоратор выучилась она вот именно к этому она общается с премиум-сегментом и придумывает образ кто будет чертить ну, то есть должен чертежник быть она не может быть одновременно декоратором и чертежником ну, это разная, ну, специализация одновременно там считать это все то есть люди аккуратные которые вдумчивые цифры считают бухгалтеры, да они, ну, как бы менее креативны чаще всего да, если они не развивают эту тему и так далее то есть ты не можешь все супернавыки в себе совмещать ты берешь свой супернавык на остальное ты приглашаешь суперпрофессионалов вот это вот ключевая здесь позиция и не стоит от этого бояться это единственный правильный и верный как бы, ну, вариант развития и вот мне, например, истинное удовольствие доставляет когда другие люди делают мой проект лучше меня вот для меня это лучше похвала то есть, когда мои визуализаторы которые обучились же по моей технологии то есть я беру ребят обучаю их технологии визуализации которую, ну, сам изобрел на которой сам миллионы заработал и передал уже дальше людям они делают по этой технологии уже лучше меня почему? потому что каждый день с года в год они этим занимаются я уже как бы от этого отошел то есть я могу сесть все нарисовать но они это сделают лучше, быстрее У них под рукой все модели, все текстуры У них есть новые рендеры какие-то, корона, не корона Я уже этого даже не знаю, знать не хочу Мне это не нужно, мне принцип нужно понимать, что он есть И я знаю, как оценить их работу И, соответственно, они делают лучше, чем я Так это же прекрасно, нет какого-то сломленного эго Наоборот, в моей студии работают лучшие сотрудники Вот это самое классное Поэтому делегирование очень важно, очень полезно Так, и систематизация здесь, конечно же На этом этапе уже очень многих будет проблема в том, что Многие работают командами такими, сплоченными коллективами Знаете, такая ге-гея, вот 3-5 человек собрались И каждый что-то делает То есть каждый делает какую-то работу там в офисе Это путь в никуда, тупиковый путь То есть должен быть кто-то главный, кто организует регламент Кто делает основную систему И выполняет функцию руководителя Это очень важно Соответственно, все остальные, они не под ним, они его партнеры Но очень важно распределить функции Если ты распределяешь функции, у тебя все прописано То ты можешь в принципе не лезть в проект Потому что умные люди сделают все как надо То есть ты выполняешь только свою функцию К примеру, я вот делаю проект Ну вот сейчас там я веду парочку Вот, соответственно, я веду их как На уровне понимания задачи Общения с клиентом Сдачи с клиентом проекта С получением авансов И получением там финальной оплаты Ну почему? Потому что там премиум сегмент Я вот с ним общаюсь Я вот сейчас до эфира, значит, премиум сегменту как раз таки Вот делал табличку, что мы уже сделали Там 20 помещений по дому И буду оформлять, буду записывать видео Чтобы он посмотрел И буду с него собирать обратную связь Он не будет ни с кем общаться С другим из моей команды, только со мной Ну как бы он премиум платит за это Вот как бы у меня такая вот функция на данный момент Это нормально Дальше мы, как только я понимаю задачу Договариваюсь с ним, что мы делаем это, а не то Уже есть чертежник, который он отчертит Есть визуализатор, который он рисует Я посмотрю, скажу Да, наверное, нормально могу показать И смогу ему согласовать То есть концепцию мы придумываем вместе Дальше каждый берет свою часть И делает это продуктом То есть это вот очень важная вещь И самое важное, что мне не нужно контролировать Мне не нужно к каждому лично подходить И говорить Слушай, дружище, ты делаешь там планировку Ты делаешь там визуализацию Каждый уже знает, в каком ячейке он находится Что ему делать То есть моя задача просто Вытащить все данные Отдать И там уже по системе само происходит То есть этим самым я очень сильно Освобождаю свое время Для вот таких эфиров Для личной жизни Для путешествий Когда можно, было, будет Для новых идей Потому что моя работа как руководителя Двигать свою компанию вперед Если этого я делать не буду Если я не буду изучать маркетинг, продажи Если я не буду заниматься другими вещами Связанными с привлечением и клиентов И сотрудников лучших То, соответственно, у нас будет стагнация И в итоге ничего не получится То есть помимо того, что я очень увлечен Работой именно дизайнером И делаю это половину времени Половину времени мне еще приходится развивать Эту тему дальше То есть это не то, что приходится Мне интересно Это моя тоже специализация сейчас стала Но я уже должен это делать как работу То есть это тоже очень важный такой аспект Вот А если я буду отвлекаться То я это не смогу сделать профессионально Ну как надо И все в итоге пойдут ко дну А мы этого не хотим Мы хотим развиваться Так Девятый, а сейчас еще пара пунктов Быстренько заканчиваем И Да, спасибо Свету Книгу Да, спрашивает Девятый пункт Это прокачивать личный бренд Тоже очень важная тема Я сейчас на этом останавливаться не буду Я думаю, Светлана очень много об этом тоже рассказывает Я вот очень рекомендую Светлану Радиолог К компанию Если по личному бренду То Именно Давайте так Концептуально Мы можем построить, что нужно То есть это можно со мной Да, допустим Тоже сделать, пообщаться Помочь, посмотреть Там мы сможем А вот продвижение Наверное, никого лучше на рынке В целом нет Потому что Ну потому что нет То есть это я как бы знаю То есть вообще в целом людей Специализирующихся на продвижение Как бы нормальных Нешарлатанов достаточно мало А в дизайне, наверное И чуть ли не единственный Да, хороший специалист Которые действительно делают результат Это вот точно можно сделать Но до того, как идти продвигаться Вам нужно концепцию Понимание Умение Уникальность свою найти Ну и в общем поработать над собой Поэтому абсолютно точно Так И десятое Давайте такие личные навыки здесь расскажу Что нужно Нужен копирайтинг Видеокопирайтинг И презентация Это личные навыки Ну как бы человека Если вы планируете быть известным Если вы прокачивать личный бренд Собираетесь Нужно освоить технологию Тоже нужно сесть и освоить Копирайтинг Уметь писать Четко Ясно Лаконично Выражать свои мысли Точно так же записывать видео Без надрыва Без каких-то там дублей В общем Желательно с первого раза И естественно Чтобы это получалось И презентации делать Когда вы выходите на сцену Вы должны не бэмы А нормально рассказывать Может быть даже Без шпаргалки То есть в голове Должен быть состроенный план Плохая новость в том Что Как бы не у всех это получится Ну не у всех Давайте так Кто делать не будет У того и не получится Хорошая новость в том Что это все навыки Это не супер Какое-то волшебство Видели бы вы мою Первую презентацию Которую я делал Это нужно просто Пересилить себя Сделать Сказать страху пока Да И начать работать Над собой Первый, второй, третий, пятый Двадцать пятый раз Не получится Ничего страшного Записали сторис Забыли через сутки Да Весь наш позор забылся На сто пятую Или на сто двадцать пятый Или на двести двадцать пятый Раз Что-то будет получаться То есть тут как бы Тоже естественно Можно обучаться этому То есть есть там Курсы ораторского мастерства Наверное еще что-то Я не ходил Не посещал Может быть стоило Я в общем поздно понял Что это нужно Я ходил на курсы копирайтинга И не на дни На несколько Рекомендую Круто На видео копирайтинга Я как бы смотрел Несколько курсов Тоже Ну как бы прикольно В принципе там Принцип тот же самый Но нужно еще на камере Работать И презентацию Ну презентацию Я сам изобретал Некие методики Правильной презентации В любом случае Все основано на Первых психологических навыках Понимания себя Суперпродукта и клиента Как только ты эти вещи знаешь Которые мы в самом начале Обсудили Все становится просто Понятно И дальше в разделе практики Ну вот в принципе Как бы основная часть Было ли полезно Интересно Задавайте вопросы Если есть Вроде я вписался Очень четко У нас еще Наверное минут 10 Да Есть насколько я понимаю Я вам порекомендую Вот книгу Светлана Котлукова Порекомендовала Это хорошо Я сейчас вам порекомендую Еще одну историю У нас есть Как найти свой путь Да Вот мини курс есть Очень тоже рекомендую Он такой базовый Который дает Вход в Систему правильного мышления Вот Если мы говорим О правильном мышлении Вот если вы хотите Как бы более поробно Более детально На протяжении 6 часов Детально на каждом уровне Разобрать Каждую ситуацию Вот есть такая штука Она тоже недорогая Абсолютно То есть в районе Там 3-4 тысяч Можете приобрести Посмотреть Очень полезный курс Расширяющий именно мозг И расширяющий сознание То есть это вот прям Очень полезная штука Прям точно И доступная В принципе всем Также можно Да вот Значит подписаться На мой инстаграм Станислав Орехов И напишите мне в директ Там Если кто-то хочет Ну как бы со мной поработать Да Лично Взять консультацию Либо может быть Если у вас есть деньги У вас есть желание У меня есть персональная работа С ребятами Ну и работа на курсах В общем если то Что я рассказывал Было вам близко Понятно и интересно Если вы хотите Не только об этом услышать Но и внедрить То приходите Потому что личная работа Она самая эффективная И самая лучшая Так Теперь ваши вопросы Вот инстаграмчик такой Так 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 Давайте Продублируйте пожалуйста Сверху Еще раз копипейстом Чтобы я там никого не пропустил И сейчас я еще поотвечаю Сколько времени уходит На систематизацию дизайн процессов В среднем На систематизацию дизайн процессов Самое большое время Тратится на понимание То есть в целом Система есть Она готова Ее можно копипейстом взять В чем проблема заключается В том что тебе Чтобы использовать эту систему Тебе нужно получить навык Приведу пример Чтобы было понятно Вот представьте Что вы учите кататься На автомобиле Ну на автомобиле ладно На мотоцикле например То есть в целом Вы теорию узнали Да Но вам нужно телом Почувствовать Как это работает То есть кто-то научится За день У кого там Как бы более-менее подготовка Да такая есть Кто на велосипеде ездил Кто на автомобиле умеет А кто не умеет Либо у кого меньше получается Им потребуется больше времени То есть как бы Вопрос достаточно индивидуальный Чаще всего Из опыта Перестройка сознания Она происходит За 3-6 месяцев Ну так по-хорошему То есть Недостаточно взять инструкции все Почему обучение длится Ну вот у нас допустим Годовая программа есть На которой мы проходим Все вот эти все 10 навыков Которые я сейчас сказал Почему нельзя Быстро это все сделать Потому что мозг не впихнет Эту информацию Потому что каждый месяц Просто статистика такая Что чтобы у тебя внедрился Новый навык Это психология Физика вернее В мозгу от 20 до 40 дней Нужно чтобы навык внедрился Каждодневного использования Ну то есть Каждодневное что-то делание Вот соответственно Вот 10 навыков Ты примерно за год можешь внедрить Каждый навык за месяц То есть если ты как бы Средний уровень Если ты суперэксперт Ты суперпрофи Допустим Можно быстрее У меня Когда я дошел до уровня Суперпрофи В плане продаж и переговоров Я внедрил навык Этот продаж Переговоров Ну как бы на хорошем уровне Примерно за 2 недели Но это суперрезультат Такой быстрый очень Потому что я каждый день практиковался Просто я поставил себе цель Мне нужно это сделать максимально быстро Вот Это суперпрофи А так вообще Навык допустим Продаж он месяц или два То есть от месяца до двух Это средний Вот Если вы ну как бы Не очень далекий человек И вам тяжело Дается все Ну наверное Наверное полгода уйдет Ну то есть Тут очень индивидуально Скажем так От двух недель до полугода В среднем Наверное месяц Вот так Так Может ли дизайнер-одиночка Работать один И много зарабатывать Это уже было Мы рассказали Вот кстати Про тупиковый Вот увидеть Может или не может Вот Ту ссылку Которую я сейчас дал Которая называется Заработок на любимом деле Там я показываю От нуля до миллиона Там показывается Как пройти путь Как раз с нуля С 50 тысяч До миллиона Какие навыки нужны Я показываю Что это не фантастика Это простые Понятные действия Которые тебе нужно совершить И навыки Которые тебе нужно знать То есть С каждым Уровень дохода у тебя Растет не потому Что тебе больше платят клиенты Почему-то А потому что У тебя возникают Более интересные способы Заработка И потому что У тебя появляется команда Соответственно Там написано Вот на 100 тысяч Тебе надо вот это На 150 вот это На 300 вот это На 500 вот это На миллион Там личный бренд уже нужен Ну как бы тяжело Без личного бренда будет Либо суперкоманда какая-то Либо супер какой-то там Эксклюзив где-то То есть у вас должна быть Какая-то суперспособность Дополнительно Тогда вот миллион Как бы стабильно вам обеспечен Если этого нет Ну типа извините Как добиться Есть значит рекомендации Как это делать Вот там расписано Вот этот путь пошаговый Вот рекомендую пройти Материал вот этот Очень хороший Ну прямо горжусь В принципе я всем горжусь Что делаю То есть не потому что Я себя хвалю Потому что это объективно Это ну одно из лучших В индустрии наверное Действительно вот то что я делаю Именно вот каждый блок Он очень системно разобран Ну вы наверное сами тоже видите То есть в принципе Я фигню сейчас не буду рассказывать Поэтому да Как вы считаете Нужен ли дизайнеру Отдельно учиться бизнесу Или достаточно книг И общего понимания Книг Ну давайте так Значит по книгам Как бы Вы можете В книгах И в общем понимании Понять себе Принцип работы Но обучение Короче чем Знания нам не нужны Вот в чем проблема Нам нужны навыки Навыки получения результата Вот что нам нужно Навыки к сожалению По книге Ну не получается сделать Либо это очень Долго Дорого И так далее Вообще как обучение идет Там есть три формата Это тоже не я делал Я был на курсе По развитию мозга Один Ну то есть мы проходили курс Там две недели И там мы всякие методики По развитию мозга Как бы Ну тренировали Вот И там нам преподаватель Рассказывал интересный Такой момент Он говорит что Для того чтобы тебе наук Внедрился У тебя там Ну как бы три кита Есть Значит получение информации Первое Это как бы условно Уровень вот этих Вот там знаний Да То что ты получил То есть знание получил Тебе нужно обязательно Отработать То есть обязательно Тут же получить подкрепление И тебе нужен кто-то Кто скажет Ты правильно сделал Или неправильно То есть степень оценки Тебе нужна И интенсивность еще То есть недостаточно Один раз делать Тебе надо до посинения делать Вот если эти три фактора Собираются То есть ты сидишь Делаешь до посинения И тебе кто-то говорит Это правильно Это где-то Это неправильно И у тебя одна тема Ну то есть в единицу времени Тогда у тебя происходит навык. То есть, если просто так, переходя на книги, да, если ты просто так читаешь в месяц по одной книге, то есть, у тебя 10 лет уйдет, если ты даже не будешь все равно делать то, что там написано и ошибаться, и кто-то тебе, ну или кто-то, или жизнь тебе не будет говорить, что вот ты потерял 300 тысяч, например, на договоре, значит, ты что-то сделал неправильно. Просто это дорого получается. вот поэтому как бы с одной стороны можно другой стороны это долго и дорого то есть если есть возможность идеально да это либо ну братька для ускорения в общем и для самый главный короче обратная связь вот самое самое главное обратная связь я вот даже по опыту тоже отметил что ты читаешь что-то или смотришь и ты когда читаешь ты читаешь со своего опыта то есть ты читаешь со своей позиции гашла ну понятно там все ясно даже вот вы сейчас слушаете эту лекцию но мою да вот условно рассказ и каждый это на себя проецирует и у каждого свое понимание и каждый понял что-то свое она я хотел донести вообще другое сейчас понимаете то есть чтобы вы поняли что я хотел донести я должен у вас у каждого не в формате вот такого вебинара до спросить а что ты понял что ты понял за этого пункта как каждый пункт который я сейчас сказал ты можешь применить прямо сейчас для своего бизнеса для себя лично что какой вывод какой инсайты сделал бы вам не ответили и тогда с каждым если бы я пообщался я бы сказал слушай дружище вот той ситуации то можно еще по-другому сделать. Понимаете? То есть вот это как бы обучение идет. То есть вот так мы делаем на нашем курсе. Вот это ценно. Это на самом деле ценнейшая история. А то, что ты прочитал где-то что-то чужие мысли, ну как бы по книге, ну как бы окей, они тебе не лягут, потому что ты их завтра забудешь. Мозг забывает вообще очень быстро, он в течение часа забывает 80% информации. То есть вот все, что я сейчас рассказал, вы забудете ну в принципе вот буквально через час. Если вы не конспектировали, если вы не будете это интегрировать и прорабатывать. Поэтому читать книги, мое мнение, читать книги на самом деле сильно не надо. Ну то есть как бы это потеря времени. Ну реально, ты возьми одну книгу, но проработай ее детально. Вот в чем смысл. Я убедился в этом на практике. Так. Как вы считаете, самый вкусный клиент это сарфан и радио или интернет-реклама? Ну такого нет, как в самых вкусных. Они все вкусные и там и там есть. Я могу примеров сколько угодно привести и там и там. У меня есть премиум самый вкусный клиент, который пришел ко мне на... ну просто потому что я инициативу проявил, а есть клиент, который пришел потому что по совету. Тоже очень классный. У меня вообще клиенты, мне очень повезло, мне клиенты очень хорошие. Не знаю почему, но вот прям очень-очень все классные клиенты. За исключением там парочки, наверное, но как бы за всю практику это как бы окей. Ну прям которые там пытались денег отжать. А с остальным все отлично. Когда мы сделали проект, да, и потом они попытались еще вернуть деньги, которые мы сделали. Ну короче, предятельная какая-то вот прям совсем неадекват. Вот в остальном мне очень везло с клиентами, очень хорошо. Ну то есть два-три случая только было неудачных. Ну сотни удачных. Вот. И так же премиум сегмент я получил через рекламу прямую. То есть я заплатил деньги просто в рекламе и получил огромный проект. Даже не один, а три проекта. Там был офис большой в центре, дом большой. И вот сейчас третий дом мы делаем. Как я его получил? Ну просто мне позвонила помощница. Я нормально там поговорил по технологии. Приехал на встречу. Встретился. Выиграл условно тендер вот этот. Больше всего понравился. Опять же по технологии больше всего понравился клиенту. И получил заказ. По той цене, кстати, которую я хотел. Цену я назвал выше процентов на 20, чем стандартная цена. Ну просто потому что я понял, что как бы с ним будет достаточно не тяжело, интересно, конечно, но какие-то моменты придется на себя взять, а не на менеджера. Поэтому и там, и там, и там нет такого понятия, что вот только там. Везде надо. То есть не надо надеяться, что каким-то одним способом. То есть это как рыбалка, да? То есть везде нужно знать и уметь. Это вот из жизни. Я вам рассказал просто примером, а теперь вывод, ну как вы делаете сами. Я свой вывод сделал, что клиенты есть везде. Важно нигде они есть, а как ты готов. Вот если тебе сейчас позвонит премиум сегмент, скажет здравствуйте, я вот хочу у вас дом тысячи метров заказать. Вот что вы ему скажете? Вот то, как ты что ему ответишь, вот прямо сейчас. Представьте такую ситуацию, да? И все. И вот насколько ты готов, настолько у тебя есть возможность взять клиента или не взять. Вот над этим стоит думать. Так, вы сказали, что звонили сами клиенту. Должен ли дизайнер сам заниматься продажами или нанимать кому-то? Я считаю, что продажами должен заниматься не дизайнер, а руководитель студии, либо своего бизнеса. Если дизайнер по совместительству сам отвечает за свое будущее и за свой бизнес, то да, должен. Вот так я бы ответил. Кого-то брать и надеяться, что кто-то будет за тебя хорошо продавать. Ну, смысла в этом нет. Объясню. Допустим, вот смотрите, как вы думаете, я как бы немножко разбираюсь там в маркетинге, вот шарю как бы в целом в этом. То есть я как бы приобрел эту профессию по сути тоже. Ну, мне пришлось ее приобрести, и потом я ее полюбил, она нормальная. То есть я в целом разбираюсь, да, создается такое впечатление. Вот на практике оно тоже подтверждается. Я очень хорошо разбираюсь. Вот зачем мне вас продавать, скажем так, даже если я не дизайнер. Или зачем мне продавать только вас. Если я умею продавать, мне выгоднее взять 10 таких дизайнеров, как вы, и сделать пул дизайнеров, то есть условную карусель. Если я умею привлекать клиентов, я скажу ему следующее. Смотри, уважаемый клиент, тебе какой стиль понравится больше, тебе какие дизайнеры больше нравятся. Я вас поставлю в выборку и скажу, вот ты выбираешь этого, отлично, у нас с тобой агентский договор, я собираю с тебя деньги просто, да, и тебя выбираю. В следующий раз другого. То есть я не буду только тебя представлять, зачем мне это делать? Если ты только не супер гениальный какой-то, супер мега эксперт, да, там не знаю какой-нибудь, кто там у нас самый модный, Филипп Старт, да, или там Кэлли Хопп, если вот ты не супер топ звезда мирового уровня, то есть как бы чем ты сильно отличаешься, непонятно. А если ты непонятно чем отличаешься, ну и я на самом деле тоже сильно ничем не отличаюсь, да, как бы я примерно на вашем уровне по сравнению там с мастодонтами, на общем уровне, да, не то что на вашем, на общем уровне таком. Поэтому я не найду себе кого-то, кто будет меня продвигать вот до небес. То есть только я сам могу это сделать, то есть я сам беру ответственность за себя, за свою судьбу и двигаю вперед. К счастью, это несложно, то есть несколько месяцев достаточно для того, чтобы полностью пройти этот путь. Есть все технологии, это не шаманство какое-то, просто технология, делаешь 1, 2, 3, получаешь результат. То есть я это прошел на себе, это получается. Поэтому не надо надеяться, что кто-то придет, супер какой-то маркетолог, и вас будет продвигать. Не будет. Он будет продвигать себя, а вы будете один из 10 дизайнеров, его пули дизайнеров в его студии, которую он будет делать по какой-то методике, по нашей или по своей. Ну так она жизненно устроена. Здесь ничего не придумаешь. Так, есть ли платные версии консультации, какова вероятность дальнейшей продажи дорогого продукта? Ну если платные консультации вначале, то вероятность повышается. Если клиент тебе заплатил сначала, то сильно повышается, скажем так, на 50%. Давайте вот так скажем, примерно. У меня в принципе люди, которые ходят на платную консультацию, покупают уже, ну часто, да, почти всегда. То есть редко кто был на платную консультацию, кто пришел и такой сказал, спасибо, мне понятно, я пошел. То есть чаще всего какой-то еще, ну дальше что-то, ну как бы они уже заплатили просто, они уже подтвердили. Дальше по принципу последовательности, это психология влияния в чалдине описана, они как бы уже заплатили, они себе по сути объяснили, что тебе стоит доверять, ты уже для них эксперт. Ну потому что ни эксперту не платят. Вот, если ты уже для них эксперт, то если ты там не запоришь это все, если у тебя есть продукт, если ты показываешь им выгоду на консультации, то дальше они в принципе покупают. Поэтому да, это выгодная история. Если ты умеешь опять же продавать. Если ты просто на платной консультации им что-то ответил на вопрос, и сказал, ну подумайте, приходите, то конечно никто к вам и придет. То есть как бы статистика повышается, если вы продаете все правильно. Какие программы и инструменты вы проектируете для удобства студии? Порекомендуюсь, да? CRM. Мы используем Basecamp, нам достаточно. В принципе вот так. Вы не работаете с партнерами в плане партнерского бизнеса, партнерство это тоже навык. Это не навык, это просто как договорная позиция. Ну то есть в целом надо... Я нет, я как бы для этого не сильно предназначен, потому что у меня очень... Мне, короче, смысла в этом особо нет. Мне проще систему построить, чем партнера брать на незакрытую тему. Я беру партнера в каких-то не ключевых вещах. Ну то есть допустим мы делаем... Ну вот допустим конференцию мы делаем, вот у нас там три партнера, я, Максим Вересов и Света Катлукова. Вот мы делаем вместе. То есть это как бы не ключевая тема нашего бизнеса, это просто поддерживающая, одна из таких дополнительных услуг. То есть в партнерстве допустим я могу помочь кому-нибудь, я сейчас книгу свою написал, я сейчас ребятам помогаю тоже написать это сделать. То есть частично как бы в партнерстве можно сказать. То есть это не ключевая история, а ключевые истории лучше как бы себя держать и полностью отвечать за себя. Мне так кажется. Тут уже каждый сам выбирает. Если ты заключаешь партнерство, то тебе по-любому нужно, чтобы у тебя было прописано, как вы будете там расходиться, какие у кого пожелания, потому что в какой-то момент жизненные обстоятельства меняются, и прежние договоренности, они как бы недействительны, если ты договором их не подписал. Поэтому я бы рекомендовал начинать с этого. Кого брать в первую очередь? На ком отрабатывать навык делегирования? Надо взять помощника себе в первую очередь, менеджера, и попытаться ему передавать все задачи, и на нем можно потренироваться. У вас бизнесовый склад ума, если человек не системный, то можно ли нанять какого-то системного человека в команду управляющего? Это не какая-то суперспособность. Это, короче, это развивается. Если вы математику прошли, школьную программу, и в принципе понимаете там, что к чему, а кто-то даже вуз закончил, да? Ну, то есть, это не высшая математика. Высшая математика гораздо сложнее, там, то, что я сейчас рассказываю. То есть, если вы умеете решать логарифм, например, то ваш ум подходит для того, чтобы ложить по полочкам. По сути, потому что все это зависит от того, в какие коробочки что положить. Эту логику надо понять, для себя логически объяснить, и потом ты уже сам будешь генерить. Это не у меня такой ум, это просто я этим занимаюсь уже 10 лет, систематизации, и поэтому я уже как бы, ну, как рыба в воде здесь. Но получить этот навык можно гораздо быстрее, потому что уже настроена шкатулка, которая работает и приносит деньги. Вам, по сути, эту шкатулку надо себе взять и применить. Это я не считаю... Давайте так, мое мнение таково, что каждый навык, он может быть развит. Да, вы не будете супергениальным там математиком, либо систематизатором, но вам это и не надо, вам надо всего лишь построить свою студию. Для этого достаточно обладать навыком на уровне, ну, как бы на базовом, скажем так, на уровне 1 месяц поучиться. Вот примерно так. Я, ну, например, я же там не гениальный продавец, но как бы я понимаю, я просто сносно продаю. То есть я по сравнению с какими-нибудь гениальными продавцами, я вот вообще на супер плинтусе. Но мне достаточно моего уровня, потому что как бы для моих клиентов это окей. Вот, поэтому вам не нужно быть супер топом и супер талант иметь. Вам достаточно делать нормально. Но если вы делаете каждый навык в совокупности хорошо, то у вас общий результат очень-очень сильный. Очень мотивируется, спасибо. Пожалуйста, делайте в интервете, пишите отзывы, подписывайтесь на канал, советуйте друзьям. Еще, кстати, у нас работает телеграм-канал, там мы тоже отвечаем на некоторые вопросы. Рекомендую. System Club называется в телеграме. Так, сами ведете клиентов? Да, веду, что вы делегируете, в чем сами занимаетесь студией. Ну, я рассказал уже частично, да, то есть, в принципе, повторяться не буду. Понимание задачи, понимание концепции, делегируем визуализацию, черчение, планировку, ну, оформление. Ну, то есть я стараюсь по максимуму делегировать все, что можно. Все, что нельзя, ну, или там, что мне интересно лично, какие-то продукты, какие-то проекты, с кем-то лично общаться, либо что-то придумать, я вот беру себе. То есть я сам определяю, что мне делать в каждом конкретном проекте. У меня нет, как бы, обязаловки. Как считаете, какой момент стоит создавать студию и уходить из фриланса? В тот момент, когда вы готовы по навыкам и по работе. Я рекомендую, вот ответ Вера, да, спрашивает. Ответ на этот вопрос заключен в курсе 7 плюс 7, как бы с нуля до миллиона на любимом деле. Там прям точно показано, в какой момент. Там вот конкретный ответ на ваш вопрос. То есть в какой момент вам надо решать уходить. Там список из всех позиций, которые вам нужны, собрать как пазл для того, чтобы понять, я готов, я ухожу. Вот прям вот специально для этого вопроса я сделал этот материал. И также наоборот, когда мне понять, что мне нужно там уже команду собирать. Как только у тебя там словно 300 тысяч доход там есть, как только у тебя там проектов больше, чем нужно, как только налажен поток клиентов, ну этих самых, да, клиентов, да, как только у тебя есть то-то, 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 вот можно идти дальше. Как пока нету, ты очень сильно рискуешь. Соответственно, ты просто как пазла собираешь навыки, как дорожная карта у тебя по сбору навыков. Вот примерно так. Скажите о проектах за рубежом, please. Я думаю, сейчас мы уже не успеем. А что интересует, спрашивайте. То есть мы делаем удаленные проекты, клиенты, с клиентом общаемся вот так же, как сейчас с вами, по скайпу либо по зуму. Обмеры нам предоставляют местный дизайнер, либо архитектор, либо обмерщик. И дальше мы общаемся с клиентами, все то же самое. То есть каких-то таких вот супер... Для меня это как бы стандартная история. Нам без разницы, что делать, что на Кипре, что в США, что... Ну только часовая разница, да, там, что в Казахстане. Мы прямо сейчас ведем вот несколько проектов. В Казахстане один, значит, на Бали у нас... Ой, вернее, в Таиланде у нас сейчас один проект будет. Вот сейчас ведем переговоры. В США сейчас делаем. Ну то есть, в принципе, у клиента есть за рубежом интересные даже, интересные проекты. По материалам, да, возникают вопросы, какие там. Но это изучаемо, то есть вы можете клиенту дать задание спросить, можете с ними обсудить. Некоторые проекты мы отсюда отправляем. То есть вот сейчас у нас будет задача собрать из Москвы материалы и какие-то элементы мебели, там, короче, комплектовать здесь и отправить. То есть тоже интересный такой опыт. Всякие хитрые способы придумать, чтобы клиенту это было выгодно. Тогда это будет работать. Ну все, сейчас я не смогу сказать. Мы уже заканчиваем. Вот что-то конкретное пишите в телеграм-чат, либо приходите на консультацию, поработаем. Так, вопрос из прямого эфира. Вы контролируете свою команду в решениях по дизайну, по идее, при работе над дизайн-проектом. Как общаетесь с клиентом по данным решениям? Ну, в зависимости от того, какая у нас функция. То есть если у меня, я работаю по функциям. Если вы не знаете, мы еще с коллегами, да, придумали и сделали стандарт профессии, которые сейчас вот мы дооформляем, вот уже сейчас вот прям плотная работа идет, которые подписали там, не знаю, 300 дизайнеров и дизайн-студии, и ассоциаций. Вот. И там есть такая тема, которая делит на 10 частей работу дизайнера. То есть какие функции мы выполняем? Вот рекомендую ознакомиться с этим документом, на нашем сайте есть. И если я выполняю функцию ведущего специалиста, то есть я должен согласовывать и вести проект. Если я выполняю функцию арт-директора, я должен смотреть на качество и помогать дизайнерам работать лучше. То есть очень сильно зависит, какую должность на дизайн-проекте я выполняю. И именно то я и делаю. Или по предоставлению концепции клиенты уже общаются с дизайнером команды. Или вы все-таки полностью общаетесь. Еще раз говорю, в зависимости от должности, которую выполняю. Вот я вел проект там в качестве ведущего дизайнера. Я общался с клиентом на полностью. Если я не веду, как ведущий дизайнер, я, соответственно, не общаюсь полностью. То есть я передаю общение другому дизайнеру. Вот. Это, естественно, выгоднее. То есть выгоднее, чтобы другой дизайнер, ведущий дизайнер, общался с клиентом. Но чтобы он общался не как он хочет, как привык, а по вашим правилам. То есть заранее мы проговариваем правила. Заранее я тренирую человека им следовать и проверяю, насколько он может, насколько он средствоустойчивый, насколько он может клиенту работать по правилам. Все сдавать. У нас есть модель сдачи даже клиенту. То есть мы именно... Как сделать так, чтобы клиент принял с первого раза, чтобы не приходилось переделывать. Вот это тоже очень важный момент. То есть этим навыкам мы обучаем дизайнеров, и они очень тогда эффективно работают. Вот для меня как бы такая тема рабочая. Так, хорошо. В принципе, тогда, наверное, все. Что у нас по времени? Давайте последний вопрос, наверное, да? Вот кто-то у нас был. Давайте еще один-два вопроса и закругляемся. Вот Анна. Если еще есть, то отлично. Последний после Анны вопросик. И будем завершать. Анна. Заказчик за границей это россияне, имеющие там собственность или нет? Да. Что заставляет тамошнего заказчика обратиться к дизайнеру из России, а не взять ближайшего к объекту? Ну, давайте по опыту скажу. Да, это российские чаще всего... Ну, вернее, практически всегда у нас практически все клиенты, которые были за рубежом, это российские. Что заставляет? То есть, они любят, например, нас, видят нас как людей. Не имею в виду меня, да, лично, а именно соотечественников, как людей, которые понимают. Как бы с общим, получается, уровнем базовой какой-то подготовки, с общими ценностями. По цене, кстати, у нас тоже очень, ну, достаточно конкурентно, не конкурентно достаточно получается. Вернее, наоборот, конкурентно достаточно у нас получается история. То есть, даже если у нас ценник достаточно высокий там по местности, например, то есть, для там США, например, это как бы нормальный такой средний класс. Вот. Качество они видят, подход они видят. Ну, то есть, у нас на самом деле, вот я очень точно скажу, в России очень высокий уровень профессионализма, очень высокий. То есть, я по долгу работы, мне клиенты из-за рубежа, которые там работают, они даже пытались у кого-то там заказать что-то. И они мне присылали те работы. То есть, там вообще без слез не взглянешь. То есть, у нас очень высокий уровень квалификации профессионалов, как это ни странно. Не всех, естественно, есть много как бы непонятных людей, но если кто-то делает хорошо, он делает очень хорошо, прям очень. Ну, посмотрите там наши проекты, мы стараемся тоже их очень как бы на уровень держать. И, а там присылают часто очень плохо все сделано. Вот, поэтому, как бы, может быть, с теми они не могут работать, может быть, по цене связано, может быть, по менталитету, может быть, все вместе. То есть, причин, на самом деле, достаточно много. Но основная, если это бизнес и премиум сегмент, основная, как у меня было, это было именно удобство подхода, да, то есть, менталитет такой, что вот мы, то есть, вы меня понимаете. А там, как я буду с этими иностранцами общаться, они там по-русски не говорят. Ну, то есть, даже говорят, но у них какие-то другие законы. Я их понимаю. Сейчас последний пример расскажу. Ну, я когда был во Франции, мы там делали проект, меня пригласили туда, и я на переговорах там сижу, а они там делают виллы. Ну, то есть, виллы они делают реконструкцию, берут на Лазурном берегу виллу, ну, полностью старую, да, обновляют мебель там и делают по новой. Вот, и мы делали там, по-моему, картинки визуализации, ну, то есть, у нас была такая задача. Вот, и шел разговор, кто дизайн будет делать. Я говорю, слушайте, а давайте мы возьмем дизайн, типа, почему бы не взять. И там просто люди вообще не понимают, что так можно. Говорят, нет, тут лицензия надо, еще что-то. Я говорю, да сделаем лицензию. Ну, то есть, лицензию, типа, вы делаете, а проект мы сделаем, и все заработаем. Ну, то есть, хитрый способ, да, такой вот возникает. У нас тут же это в голове. А те вообще даже представить не будут. Они говорят, что ты говоришь, так это не делается, так нельзя, типа, там, какие-то такие вещи. Ну, в общем, вот, а я понимаю, что там заказчик тоже, как бы, он это тоже хочет. Он на меня смотрит, говорит, да, отличная идея, ну, заказчик. А те вообще не понимают, о чем мы говорим. Вот, и, в принципе, вот, и такие вещи в проекте, они возникают постоянно, да, когда ты вынужден искать удобный компромисс для всех. Вот, и, соответственно, ты либо их ищешь, и ты молодец, ну, на одной волне. Либо ты какой-то там зашоренный европеец, да, который не понимает, как прикольные вещи придумывать. Ну, вот, примерно такой пример можно привести. Так, хорошо. Да, друзья мои, давайте еще раз, значит, порекомендую вам две вещи сегодня. Значит, вещь номер один – книгу. Заходите, покупайте, пишите мне в директ, в инстаграм. Второе – это рекомендую, кто не определился со своим путем, это 7 плюс 7, заработок на любимом деле. Кто хочет на консультацию, приходите. У кого есть деньги, ну, просто я знаю, что такие люди есть, у кого есть прям деньги, кто готов быстро, ну, вкладываться, там от 100 тысяч рублей у нас есть курсы, которым я учу работать, ну, как бы добывать заказы, учу вас продавать, учу мышлением, которое я сейчас рассказывал. Это навыки, это все обучаемость очень простая. За месяц, за два месяца систематизация, три месяца это можно сделать. То есть от 100 до 300 тысяч у нас есть дорогие программы, но оно того стоит, потому что в отзывах много полезной информации. Все, спасибо всем, до связи. Если бы было полезно и интересно, жду отзывов в инстаграм. Пока, спасибо, Света, за организацию.